Начнем программу с сегодняшних кировских новостей. И я богом клянусь, мы их не придумываем. Они действительно такие. Сегодняшние экстренные кировские новости делают одну неоднозначную вещь. Они оскорбляют чувство верующих. Верующих в здравый смысл. Поехали. Первая шокирующая новость. В Кирове отменили спектакль с Анастасией Волочковой в главной роли. Кировчане, конечно же, очень расстроились. И предположили, что спектакль отменен по причине болезни Анастасии. Но у меня есть другое предположение. Скорее всего, спектакль отменили намеренно. Ведь отменив всего лишь один спектакль с участием Волочковой, они увеличили количество верующих сразу в несколько раз. Далее новости Россельхознадзора. Партия Киви из Ирана оказалась заражена щитовкой. И кировчанам разрешили есть киви с вредителями. Если что, щитовка это близкая родня Клопу. Я так и представляю себе совещание в Россельхознадзоре. Не, ну Клоп и Клоп. Сейчас что, не жрать что ли? Тем более, что еще коньяком попахивает. Новости из подраздела «Криминальная фантасмагория». В поселке Пинюк злоумышленник выставил окно веранды и проник в чужой дом. Но, по словам хозяйки, из дома ничего не пропало, потому что дома ничего и не было. Более того, в квартире нашелся напильник неизвестного происхождения, оставленный злоумышленником. Полицейские по следам на снегу дошли до соседнего дома и там обнаружили злоумышленника, который подкинул в пустой дом напильник. Далее цитирую. «Под тяжестью собранных доказательств злодей сознался в преступлении». Возбуждено уголовное дело. Следующая история уже из Кирова. Вежливый кировчанин ограбил ювелирный салон, предварительно извинившись перед продавцами. Похищена была целая цепочка. Как сообщают силовики, они тут же активировали план-капкан, из которого бедняга уже не вырвался. Вот такой парадокс. Нужно стараться от жизни брать как можно больше. Ведь когда ты вежливо берешь чуть-чуть, ну, например, цепочку, на тебя заводят уголовное дело. А когда ты вежливо берешь побольше, ну, например, полуостров, тебя боготворят. Ну, а далее мы продолжим музыкальными новостями от портала Ньюслер. Просто немногие знают, что в Ньюслере сократили должность музыкального обозревателя. И теперь парень выкручивается, пишет обычные новости, но на музыкальный лад. Вот, например, статья о вип-заключенных в Кировском СИЗО. Называется она так. «Ты служишь украшением СИЗО». Тебя, как рыбу, пиву подают. Любой, кто заплатил, имеет все права. Кстати, судя по выбору песни, парень волочет в нравах СИЗО. Ну, или вот новость про депутата, объявленного в розыск. Как ее можно было заглавить? Только лишь классической доброй мелодией. Куда сбежал Никулин, в какие города и где найти нам средства, чтобы попасть туда? А он сбежал неслышно, пока весь город спит и писем не напишет. Ну, а теперь давайте к быстрым новостям, которые как ничто лучше охарактеризуют нашу область. Кировский троллейбус высмеяли на пикабу. Им, видите ли, не понравилось вятское изобретение. Разделитель для ног. По вахрушам ездила тонированная лада на трех колесах. Ну, что это дешевле, чем покупать новую шипованную шину. В легкоатлетическом манеже, который открывали кировские чиновники и глава Газпрома, в туалете можно сидеть, взявшись за руки. Один за всех и все за одного, я для чуваков не пожалею ничего. Странно, что он расположен не на дружбе. Друг всегда с тобой. Кировчан окунают в Путина. Подождите, сейчас все поясню. В Слободском районе есть скид, в котором есть купель, которую выпилили в форме лица нашего президента. Чтобы окунать в Иордань людей. В Путина, то есть. Господи. Вообще, кто может, почитав такие новости, восхищаться нашим городом? Только нигериец. Нигериец восхитился Кировом. Пожалуй, его восхищение я переводить не буду. Потому что на русском такой текст обычно говорят, когда мизинчиком пинают по табуретке. Или ночью пяткой наступают на лего. О, я очень люблю Кирова. Киров, я тебя люблю. Это Кирова Россия. Вы можете видеть это? Фу, друзья. На этом, пожалуй, сегодняшние новости мы и закончим. Какой город? Такие новости.